Сегодня в парламенте Карачаево-Черкесии состоялась очередная 36-я сессия 6-го созыва. В его работе принял участие глава республики Рашид Тимрезов. Депутаты рассмотрели 12 вопросов в повестке дня, основным из которых стал отчет министра внутренних дел Олега Мальцева и с проделанной работой. Подробности расскажет Мурад Жанкёзов. Выступая перед депутатами, министр внутренних дел республики Олег Мальцев отметил общее снижение числа преступлений почти на 7%, а раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений достигло 100%. Безусловным приоритетом в работе министерства остается раскрытие убийств, умышленных причинений, тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбойных нападений и грабежей. Их раскрываемость остается на 100% уровне, за исключением убийств, раскрываемость которых составляет 76%. Не раскрыто 5 преступлений. Сразу прокомментирую, что из 5-3 преступления это преступления в отношении лиц пропавших без вести. Два преступления, это преступления, которые относятся к маю прошлого года в Малокорощайском районе, по факту убийства Каитова и покушение на убийство его брата. Фигурант установлен, находится в международном федеральном розыске. По словам Олега Мальцева, штат участковых уполномоченных в республике составляет 191 единицу, а на их профилактическом учете состоит 635 человек. Есть серьезные проблемы с созданием для участковых надлежащих условий. В июле 2020 года законодательно закреплено возвращение органам местного соуправления полномочий по предоставлению жилых помещений участковым. Актуальным остается представление местными властями служебных помещений для участковых. С учетом анализа оперативной обстановки, такие помещения необходимы в населенных пунктах. Я попрошу присутствующих здесь глав сделать пометки. Это село Элькуш, Малокарачаевский район, Вакожилия, Дагихайбольский, Садовая, Дагихайбольский, Адильхалк, Ногайский, Псаучия, Дахехабецкий район, Мичуринский, Прикубанский, Нижняя Таберда, Карджурд, Карачаевский район. Рассчитываем на ваше внимание и поддержку в решении указанных вопросов. Олег Мальцев доложил результаты работы по всем направлениям и ответил на вопросы депутатов. Затем министр выполнил приятную миссию. От имени министра внутренних дел России Колокольцева медаль за вклад в укрепление правопорядка. Вручена руководителю администрации главы и правительства Карачаева Черкесии Мурату Озову. Глава Республики Рашид Тимрезов поблагодарил в лице руководителя личный состав МВД за хорошую работу и обратил внимание руководителя администрации районов усилить взаимодействие с органами внутренних дел. Далее депутаты рассмотрели и одобрили проект закона о республиканском бюджете на 2022 год. Общий объем доходов составил чуть более 34 миллиардов рублей. Внесены изменения, предусматривающие увеличение финансирования различных министерств и ведомств. Также депутаты одобрили ряд законопроектов, разработанных с целью приведения республиканского законодательства в соответствии с федеральным. Мурат Шантьюзов, Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия.